подключаем приемник видим такую картинку нажимаем далее если у вас антенна с усилителем включаем питание антенны если без усилителя оставляем питание выключенным можно проверить уровень сигнала у меня первый мультиплекс на 38 канале сигнал отличный и выбираем початый пошук нашло все 32 канала пройдемся теперь по меню организаторы каналов можно удалять переименовывать и перемещать каналы для того чтобы переместить канал встаем на нужный канал который хотим переместить нажимаем кнопочку ok и вводим номер того канала на который мы хотим переместить канал нажимаем единичку вводим ok и канал перемещается таким самым образом можно удалять каналы встаем на нужный канал нажимаем зеленую кнопку, вводим пароль 400 и появляется окно с предложением «Удалить канал». В разделе «Настройка» можно делать автопоиск, ручной поиск, фильтр канала, выбрать страну поиска и включить питание антенны. В разделе «Предпочтения» можно выбрать язык меню, можно выбрать тайм-аут меню. Это время, на которое появляется рамка с названием канала и другой информацией. При переключении каналов можно поменять настройку прозрачности меню, вот уже почти прозрачная. В разделе «Настройки» можно включить родительский контроль, можно включить таймер, выставить настройки времени, а также ввести настройки сети, сбросить заводские настройки, обновить программное обеспечение и включить функцию автоотключения. В разделе «Подключение» можно выставить разрешение выходного сигнала, формат экрана, формат цифрового выхода. В разделе «Медиа-центр» можно просматривать файлы USB накопителя, прослушивать музыку, смотреть фильмы. Среди сетевых функций есть режим просмотра IPTV, онлайн-погода, онлайн-видео и онлайн-новости. А теперь попробуем подключить приемник к интернету. Я вставил USB Wi-Fi адаптер. Выбираем в разделе настройки конфигурации сети и вводим, выбираем сеть домашнюю Wi-Fi и вводим пароль. Подтверждаем синей кнопкой. Все соединено. Проверяем погоду. Не работает. Онлайн-видео. Название роликов загрузились, а вот картинка не идет. И онлайн-новости. Онлайн-новости работают. Вот такой его простой и незамысловатый тюнер. Но мне он понравился, прежде всего своими размерами. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео. А также все вопросы задавайте в комментариях. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok